Всем привет! Вы на канале Морослайф. Сегодня мы в Праге, встречая у нас с нашим другом. Наш друг с Харькова, так же как и мы. Зовут его Сергей. С ним очень много лет проработали вместе в Харькове. И вот, так сказать, судьба его решила попробовать. Тоже в Чехии решил Сергей поделиться своим опытом по работе, которая проходит сейчас на заводе Фауреце, только в городе Пилзе. Сергей, привет! Рад видеть очень. Взаимно. Расскажи, пожалуйста, как поделиться своим опытом? Как у тебя получилось поехать, так сказать? Что случилось, что решил рвануть все-таки в Чехию, потому что, так как понимаешь, с работой в Харькове вроде все есть и нет. Да, в летнее время тяжеловато сейчас. Тяжеловато сейчас работаем. Как вообще попал в Чехию? Как попал на... Это по твоему совету. По моему совету. Это да, это мой совет был. Расскажи, реально, знаешь, многих зрителей интересуют такие формальности, как ожидание реальность, то, что обещают изначально. Это первое, там, по заработку, по жилью, там, ну, как многие посредники, там, рассказывают, описывают в сообщениях. А и в реальности, что выходит по факту? Какая работа вообще, там, по тяжести, по всем? Ну, это по порядку, естественно, все расскажешь. В реальности, что обещали изначально? В целом, если брать конкретно мою агентуру, то по зарплате и по условиям, те, которые приписывались в смс-ках, в условиях контракта, в принципе, все правила соблюдены. Сколько обещали тебе? 115 крон в час. Оплата была. Бесплатное жилье. Бесплатное питание. Единственное, что было удержание порядка 3000 крон за все прозывание в Чехии. Ну, это три месяца. На три месяца я приезжал. То есть на три месяца у тебя вычисли зарплаты 3000, но, так как правило, если не ошибаюсь, это агентура берет с первой зарплаты. Вычитали с первой зарплаты, да. То есть не постоянно с 3000, а всего, ребят, со всех трех месяцев получилось 3000. Перебью... Наш координатор, когда выдавал первую зарплату, он говорил, либо могу вычитать вам сразу всю 3000 крон с первой зарплатой, или могу вам разбить, могу полторы тысячи сейчас, или во второй части зарплаты. Ну, там как бы это все... Ну, по договоренности. Да, с координатором решаются эти все вопросы. То есть в условиях. Поэтому... Приехали вы, кстати, где? Где находится завод? В Вилзне, да. Приехали вы сразу в Вилзне. Да, забрал нас координатор. Вот. Привез в бытовню. Это были выходные дни, воскресенье. Поселил, рассказал, там показал, что и как на следующий день, уже это был понедельник, нас... приехал, забрал на 9 утра в завод. Это первый день ознакомительный, в фаурете. Вот. Писали тесты, там легкие тесты, там три листика на логику, на математику, на там... различия цветов, такое. Ну, это, в принципе, реально там сделать, это не проблема. Там проще простого, смотрят, как ты вообще... Реагируешь. Ориентируешься в пространстве, грубо говоря. А так ничего сложного нет. Умножение и тому подобное. Если это был первый день. Да, это первый день. Потом приходит один куратор завода, рассказывает технику безопасности, как работает страховка на заводе, какие бывают случаи в плане жизни, здоровья, риски. Это бывает даже, рассказывал, что если человеку плохо даже, может на завод прилететь вертолет в считанные секунды это дело, скорые тоже. Ну, слава богу, у нас на заводе, в моем присутствии, не было в таких случаях. Но есть такая у них вот помощь. Я понял. Скажи, завод на какие смены разбит вообще? Как работает? Так, сам завод Фауретция, сразу скажу, это завод, который находится в Билзне, работает три основных линии. Вот, это Недкар, это Лейпсик и Регенсбург. Два немецких завода и один в Нидерландах, Недкар. Вот, все линии работают в две смены. Одна, первая смена 6 утра до трех дня и вторая с трех до 12. Но бывает там час-два задерживается, особенно вторая смена. И некоторые линии бывают выходят в субботу. Соответственно, да, оплачивается. Ну, оплачивается штатным сотрудникам, там своя норма, другая. Получается, вы по 9 часов работали чистыми, засчитывали с по 8? Чистыми 8 и 2, чистыми. Вычитывается обед и пауза. Получается, ну, получается так, что каждые 2 часа 10-минутная пауза на линию. То бишь, общая пауза, линия закрывается, кто-то идет курить, пить кофе, кто поесть и тому подобное. Это каждые 2 часа на любых линиях происходит. Вот, через 4 или через 5 часов они подчередно найдут линии на обед. Вот, получасовой обед. Ты на какую линию попал? В Регенсбург. В Регенсбург, Регенсбург. На задней сиденье. Сначала поставили. Смысл работы вашей заключался в... То есть, если мы на фавориции в городе Писок, мы варили сидушки, цветочки, то ваш смысл работы заключается в чем? Ну, если говорить уже кардинально, если то, что говорят в контракте, или там говорит координатор работать и будет делать и то, это не так. Работать будете, где поставят на самом деле, посмотрят, как ты там себя покажешь, как ты на другой позиции покажешь, где ты останешься, неизвестно. Это пройдет неделя тренинга. Первая неделя тренинга, это мы уже зашли наперед, первый день был ознакомительный, написали тесты, рассказали технику безопасности, там страховку, второй день уже выходишь полноценно с 6 утра и до 3. Только находишься в тренинг-центре. В тренинг-центре там находятся с тобой тренера, там 3-4 человека, дают тебе определенное задание, и ты сидишь и разрабатываешь. Если тебя ставят на ткань, ты сидишь в тренинг-центре, натягиваешь ткань, разворачиваешь ее, потом обратно... То есть обучаешься? Да, обучаешься, да. Кто находится там, кому-то дают пластик, там пластиковые заглушки, он стоит, их закрепляет, потом обратно открывает, потом опять тренируется, разрабатывает руки. Работа в основном связана чисто на руки. И на быстроту. То есть ты попал на Регенсбург, линия, я так понимаю, не самая легкая? Ну, из четырех человек, которые мы по Альбетовню, двое из нас забрали на Регенсбург, двое забрали на Лейпсинг. Но там она чуть попроще, линия. Там она и по плану, не ставят ежедневный план меньше. И сама движение по летам намного слабее. У тебя линия сложная, я так понимаю? Самая сложная, да, на этом заводе, именно на Регенсбург. Линия там как бы все сразу пожимают друг другу руку, когда ты работаешь на такой линии. Но, с одной стороны, в принципе, для практики даже очень. Есть свои нюансы, было и тяжело, потом привыкаешь. На что вот акцентируешь внимание реально тем людям, которые попадут, допустим, на эту линию, которые не знают, что такое там Регенсбург, начнем с того, что это город Германии, на который отправляется. Не попадать на эту линию, просто очень стараться попасть на более легче. Если кто-то хочет остаться дольше, то лучше попадать на более легче. В позицию. В чем тяжесть там реально? По себе вот ты отработал там уже больше двух месяцев. Что реально? Ну, опять же, это зависит еще от руководства, под которым ты работаешь, выходишь в смену. Это габ-лидеры. Габ-лидеры – это те же бригадиры измены. Есть же так же самое, выше них – это супервайзеры. Супервайзеры – это мастер линии. То есть, у них изначально идет планерка перед сменой, как говорится, ежедневный план, дается рекламация, на что обратить внимание, какие были косяки в прошлом смене, как их теперь предостеречь. И, соответственно, раскидать людей по позициям, какие пришли на смену, потому что кто-то может не выйти, кто-то вольный, кто-то заболел. Такие нюансы бывают. Кого-то нужно взять с другой линии. Это часто на заводе практикуется, на помощь, чтобы сделать ежедневную норму по плану. Планы большие? Ну, на данном случае у нас было 450, но иногда и 500. Делали? Влече на смену – 500. Делали планы? Не всегда делали. 500 очень редко делали. Очень. Ну, там свои нюансы были, это долго, в принципе, рассказывать. Это там у нас выгрузка постоянно останавливалась, поэтому из-за нее мы приостанавливались в работе, в производстве. Короче, как и, в принципе, на любых заводах есть… Да, это факторов очень масса. Их перечисляют. Это, грубо говоря, человек должен прийти, начать поработать. Увидеть. Посмотреть, да. Для опыта фауреция, в принципе, и по условиям, по зарплате считается, в принципе, одним из таких конкурирующих заводов. Оплата неплохая. Особенно работать по гендуре очень… есть твои привилегии, чем штатные сотрудники. Что? Вот реально, знаешь, самый популярный вопрос ребят, за которые работают на 3 месяца, это интересует возможность работать дополнительные часы, так называемые при часы. Вот реально на этом заводе есть дополнительные часы или нет? Очень мало. Сразу скажу, те, кто хочет там прыгнуть выше своей нормы, очень… Сразу не получится. Может быть, да, там, если хорошо втереться в коллектив, там, пойти на другие линии, поспрашивать, тогда да, можно будет. Но на самой линии у нас так получилось, что одна смена работала с полным укомплектованным штатом, второй, наша, моя смена была недостача персонала. Соответственно, с первой смены к нам приходили на предчасные. Вот, там, 2-3 человека приходили, работали в полторы смены, в две, но не каждый раз, но вот в месяц они точно проработали там. Вот, а так, в целом, да, есть ребята, которые ходили, выпрашивали у супервайзеров предчас, и им говорили нет. В целом, можно сказать, их очень-очень-очень мало. Очень мало, да? Очень. Не знаю, в основном, я даже поузнавал, предчас у них в летний период слабо развит. В основном, это средина осени, зима. Вот, в основном, у них большие тут планы. Тем более, сейчас Регенсбург в отпуске линия, она выходит 12-го сентября обратно, и у них теперь норма будет минимум 500 штук. Больше месяца уже в отпуске, да, получается? Да, и они планируют сделать теперь 2 смены, но уже не по 8 и 2 часа, а по 10, по 12. То бишь, теперь они увеличат сами смены. А вот, теперь у вас, смотри, вопрос такой вот, ты приехал на 3 месяца, и попала твоя линия в отпуск. Да, это было... Что ты сидишь дома, или реально перевели на другую какую-то линию? То есть, или работаешь на заводе? Ну вот, те, которые работают на агентуру, соответственно, завод не может никаких там глобальных условий предоставить, чтобы их там отпустить домой. Они должны даже по своему контракту отработать все свои часы. То есть, вы работаете? Да, вы единственное, что приходите в тренинг-центр, возвращаетесь, вот, за вами тренер как бы наблюдает ваше количество, фактическое нахождение часов на заводе. С утра пришли, он ходит по линиям, спрашивает, кому нужна помощь, ну, то есть, по-другим, да, как эта линия закрыта. То есть, закрывает дыры? Да, закрывает дыры. Если нужен человек на склад, на логистику, идёт туда, ты там сидишь, может, что-то перебираешь, там, комплектуешь, либо, я не знаю, любую работу. Ну, то есть, дома не сидим? Дома не сидим, нет. Работаем? Могут подойти и сказать, дать вольную, но если ты скажешь, откажешь, нет, я не хочу, я приехал работать, то, в принципе, ты... Найдут работу, да. Ну, со мной так было, мне хотели отправить на выходной, я сказал, нет, у меня осталось чуть-чуть совсем доработать по условиям визы, поэтому я сказал, я буду работать. Хорошо. Что, вот, прозвучало от тебя, бесплатные обеды? У меня лично на фавориции и вписоке обеды платные, то есть, были скидки, там, 36 крон, а реально выходил обед, там, супчик, какой-то там, второе. У тебя реально полностью ноль? Полностью ноль. То есть, агентура обращивает... Первая, вторая, третья, да, полностью ноль. То есть, всё бесплатно, можешь заказывать. Сдаётся карточка, карточка пластиковая, под ней регистрируются твои часы, то бишь, ты приходишь на работу, обязательно пикаешься, а это обязательно, потому что потом тяжело в некоторые моменты поднять часы, вот, если ты не контролируешь свои часы, там, где-то блокнот, телефон и тому подобное, лучше пикаться ежедневно. Приход, уход. Первый момент, второй, так как мы находились в бытовне наших четырёх километрах от Пилзня, то у нас приезжали, забирал автобус. Вот. Те, кто находили в спухе, я прожил в спухе. То есть, в вашей бытовне находилась от работы... Четыре километра, да. Четыре километра, да. До права, то есть, вас забирали, тоже всё это бесплатно? Да, бесплатно, но, опять же, ты, когда заходишь в автобус, пикаешься карточкой специально, потому что это контролируется, что-то там стоит мангетисчитыватель. Ну, говоришь, там какие-то там отмазки придумаешь, говоришь, першедель там, или шестнажер. Ну, на самом деле, ну... Ну, прокатывал? Карточку мало кто-то покупал, а кто-то возвращался бы топнулся. Потому что это у тебя... Ты должен зайти в автобус, потому что уехать на нём. Тебе должен прийти на работу, на завод пикнуться и, соответственно, обратно уйти, чтобы часы зарегистрировали и обед по ним же. Вот. За два... То есть, карточка это важный инструмент, инструмент, элемент, как платёжная карта, грубо говоря. Вот. По этой же карте каждый сотрудник заказывает себе обеды. Вот. Приходишь в столовую, и стоит электронный, типа, как i-box. Вот. Регистрируйся по дням. Понедельник, вторник, среда, четверо, пятница. Если суббота, значит отбота. Обязательно нужно заказывать на за два дня. Можешь заказать на неделю, можешь заказать на две недели. Вот. В основном, первое, второе, это мясные блюда. Третье, в основном, бывает вегетарианское. Ну, там салаты, такое, в основном, все, что они потребуют, мясо. Рыб. Вот. Питание в столовой очень хорошее, качественное. Скажу, что, в принципе, готовят очень вкусно. Вкусно даже и не готовят по-судимому. Вкусно готовят, многие блюда даже понравились. Единственное, что, то чехи сами любят очень соленое, перченое. Это может для тех, кто не любит, не понравится. Вот. А так, в принципе... Ну, фишка, в принципе, очень даже крутая. Реально, ну, слышал, что есть там бесплатные обеды, но какие-то не очень хорошие, там, по качеству, по свойствам. Там первый раз, наверное, слышишь, что такие обеды еще... Ну, тем, что не нравится кухня, допустим, их не там есть сразу же при столовой платной, да, там, ты можешь там взять пиццу, бургер, бутерброды, там, картошку, там, мясо, все что угодно. Набрал, подходишь на кассу, там, по весу это все свесили. В среднем, вот я даже в два раза пробовал поесть, так как забыл заказать еду, были такие моменты. И выходило где-то порядка 60-70 крон. Ну, это почитывается стоять законом? Нет, сам поедал. А, ты сам оплачиваешь? Ты подходишь на кассу и сразу достал денежку, рассчитался. То есть никаких вычетов ничего нет? Нет, ну, эту карточку можно с вами им пополнять, договориться с кадрами, ты ее можешь пополнить, чтобы, допустим, платно подпитаться. Там все эти нюансы решаются. А, то есть, вы работали, ну, по идее я понял, работали, получается, ранняя смена, и снега? Да, работают все, одинаково, все линии, кроме Netcar. Netcar только работает в одну смену, все, второй смены у них нет, и так на Голландском, на Голландию. неделю работаете первой смену, вторая смена на следующей неделе, и так поочередно. То бишь, единственное, да, может кому-то кто-то, если тяжело ходить на вторые, и вот это вот, побороть барьер часовой, как тяжело выспаться, перейти потом на первую смену, потом перейти на ночную смену, грубо говоря, то можно, в принципе, договориться с супервайзером и ходить чисто на утренний. То есть, здесь такое возможно? Были, да, случаи, там есть ребята, но это правда не приветствует, но можно договориться, если там существенно, это важно для человека. Для здоровья человека. Да, так, в любом случае, да, вот это вот, переход немножко. Что по жилью, в реальности? Жилье у вас было, поселок Сбух, да, это возле Пилзня. Да. Предоставляли вам общежитие, как вообще, в целом общежитие, нормальное? Ну, единственное, что мне не с чем сравнивать, я первый раз на заработках, вот, в принципе, на заводе, как бы свои были плюсы и минусы, что-то отложилось. Вот, ехал, я изначально, да, рассчитывал на самые худшие условия, вот смотрел много видеообзоров, там, других ребят, которые там выкладывали ролики в Польше, в Чехии, смотрел там, какие бывают иглопятники, боялся, что попаду, в принципе, такой же, но, раз приехал, так приехал. Условия по бытовне мне очень понравились, вот, все необходимое для жизни есть. бытовня расположена в двухэтажах. То есть это двухэтажное здание, да? Да, двухэтажное здание, на втором этаже есть корпуса, вот, отдельно, в каждом корпусе идет отдельно своя кухня, отдельно свой, как бы, зона отдыха, там, где-то, где могут покурить, там, поиграть в карты, там, в том, что, чем нужно заниматься. Вот, грубо говоря, мы ее называли, что зона вай-фа, у нас была просто отдаленная комната, да, вай-фа не очень слабо, ловил за комнат. это же неважный пункт, связаться с родными. Поэтому, в зоне отдыха, как раз стоял роутер, где непосредственно можно было позвонить, связаться с близкими, и очень было, там, то, что мог. жилье, ну, в принципе. Так, по 5-бальной шкале. Если мне рассказывали мои же коллеги, которые работали и со мной, и жили в Пилзне, или там еще где-то, ну, у них немножко условия лучше, да. Но 4 можно ставить спокойно. Четверка. Четверка твердая, потому что... Ты учитываешь на новички бесплатные, в принципе, да? Кровати в хорошем состоянии, есть холодильник, хороший санузел, души, это контролируется. На сколько человек? Ну, санузел, вот, нет, отдельно, я же говорю, он блоками, отдельно блок у них там своя душевая и туалет, соответственно, у нас тоже душевые 3 и 2 туалета. Вот. Поэтому... И кухня так же самая получается. И две кухни, один кухня у них, кухня у нас, да. Холодильник, нам повезло, что у нас еще, наверное, предыдущие ребята на кухне оставили некоторую посуду, большие сковородки, кастрюли, да, потому что все, что с собой мы брали, это было мелкое, поэтому, если там готовить на коллектив, ну, так как мы объединились с ребятами, делать, решили еду на всех, то большая посуда пригодилась, в общем, стать. Вот. А так, в принципе, все условия необходимые были. Была стиральная машина, да, у нас единственное, что за стиральную машинку горничная брала 30 крон, она приходила в понедельник, среда, пятница, и мы оставляли ей кулек с вещами, 30 крон, она стирала, сама вывешивала, а потом, соответственно, вещи ты забираешь там в коридоре. Не было такого, что вещи воровали? Нет. Нормально, да? Нет, было случай между такие бытовухи, между тех, кто там, кто так поехал в магазин, купил кроссовки, и у него и кто-то своровал, это было. А вот именно такую, кто-то постиранные вещи, Ну, живут разные нации в Анасуэбе, и из Киргизстана, Украина, Белоруссии, Болгарии. Все вообще живут, да, все вообще, чехни, чехи там не живут. Чехи живут в Киргизстане. Те, кто приехал в Анасуэбе. Поэтому между собой все... Еще, значит, пару вопросов по работе, ну, такие сверхвопросы, так сказать, вот в реальности, то, что 3 часов там не дают, то есть работаешь, говоря по контракту, сколько в реальности получается часов в месяц там от работы? Ну, минимально по условиям практически у тебя получается. У нас по контракту было 162 часа. Получается, мы 162 часа отработали первый месяц, но у нас так получилось, что мы приехали, мы купали на 4 праздника чешских, вот, и выпало 2 субботы рабочих на моей линии. Поэтому практически неделя ушла на отдых. Вот. Тут уж с этим ничего не поделать. Зависит, когда человек приезжает, бывают свои праздники, и тут уже ничего с этим не подъем. Это будет больно. А, это шлэк. Вот. Особенно те, которые на энтурии, на 3 месяца приезжают, это не выход попадать на такие дни. А так, в принципе, норму минимум 162 по контракту получают. Плюс и на каждой линии есть своя система бонусирования, это премии. Вот. Там мы уже эту промониторили, она везде разная, но колеблется где-то от 2 тысяч крон до 3 тысяч крон. Но они реально плюсуются? Или они как-то не плюсуются? Просто сразу к зарплате. Приезжает координатор, высчитывает твои часы, вы с ним сводитесь и плюс премия. То есть, получается, где-то в районе 17-18 тысяч, получается, где-то зарплаты? Ну да. Или чуть больше? Это так получается. 18-19 вышло первый месяц, это с учетом 2-й месяц мы закрыли чуть больше, это было 220 часов. Ага. И плюс премия в районе 3 тысяч крон. То есть, уже в районе 22-й? Второй месяц получилось с учетом премии 28 тысяч крон. Да. Ну супер. Да. То есть, это чистый заработок? Да, чистый заработок. Ну это супер. Это, в принципе, хороший заработок. Потому что, опять же, если сравнивать тот завод, на котором мы работали, на Фауретции, там, конечно, ну мы работали, конечно, по другой системе, но ребята работали на агентуру и получали потеши за 100 крон в час, то зарплата максимум выходила 18-18 тысяч крон. Это потолок. Премии давали, да, премии давали, но не всегда, опять же, в зависимости от того, там вырабатывали, какой-то план или не делали, там тоже такая. Норма минимальная 162 часа и те же премии, в любом случае, человек получит на руки 18 тысяч там. Это минимум, 18, грубо говоря, первый месяц. Это первый месяц, второй месяц, опять же, в зависимости от линии, в зависимости от того, куда попадешься, в какой период, правильно? То есть, это может быть, опять же, если сейчас, в третьем периоде, август попал, и сезон отпусков, то ты, по сути, не заработаешь. Ну да. Поэтому, так как бы, в целом, в принципе, можно спокойно привезти, там, те же, там, полторы-две тысячи долларов, стараться, можно. Правильно? Можно. В любом случае. Опять же, все зависит от человека, кто как тратит. О, кстати, вопрос такой еще тоже. По еде, реально. Если сравнить в еде с Украиной, да, по стоимости, понятно, что, ничего зазорного нет, некоторые продукты даже дешевле. Единственное, здесь проблема с выпечкой, там, да, кто любитель выпечки, тут она есть, но качество немножко другое, и немножко... Нужно привыкать, да? Да, привыкать. Вот. В плане мяса есть дешевле, и свинина, и курица, все, что угодно. Есть супермаркеты, всегда, можно найти по акции, сразу прийти, приготовить. Сразу, когда приезжаете, устанавливаете массу приложений, там, связанные с транспортировкой, имеется в виду, поезда, автобусы, это еда, те же там супермаркеты Билла, Кауфленды, их очень Теско, Идл, их очень много. Вы зайдете дома, готовите приложение, посмотрите, что сейчас на неделе, какие акции, на что, и, соответственно, в любые выходные дни поехать и делиться. Поэтому, ощутимой разницы с Украиной нет, я же говорю, даже дешевле, мы думали, будет дороже, по идее. Сколько в реальности выходило? Неделю тысячу крон, в неделю на человека, на человека, но это мы брали, некоторые брали по 2000, кто, как говорится, гуляет. Кстати, это, я так понимаю, ты сейчас говоришь о авансах, 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 которые можно брать наперед у вашего координатора, конкуратора, кто у вас скрирует, можно брать наперед деньги, потому что не все берут с собой деньги, кто приезжает на 3 месяца, то можно брать у этих людей наперед, в счет зарплаты. Ну, соответственно, опять же, можно набрать такого, что потом не сведешься, с 8 тысяч набрать за месяц, а в итоге потом будучи 10, и сказать, где моя зарплата. О некоторых заводах я даже слышал, что приезжают люди и не дают сразу авансы, и первую зарплату люди ждут, тот живут за свои средства, и это очень часто, и не только по... Здесь очень, в принципе, с этим нормально подходят, координатор сразу же в первый день нам дожидал 500 крон на питание. А мы сразу поехали, скупились по продукции. Ну, окей, в принципе... Можно и работать, можно, как говорится, для практики, проветриться, проветрить мозги, подумать, осмотреться. Ничего особого такого. Были свои нюансы на заводе, но это дело каждого. Я них и афишировать не буду, поэтому... Какие советы дашь будущим ребятам, которые могут приехать на этот завод, попасть на этот завод? Обязательно на этот завод, на любой завод. Если человек задумался уже о заработках, хочет выехать в Чехию, в Польшу, уезжайте, ничего страшного в этом нет. Да, первоначально этот порог надо в себе перебороть. Когда попадаете на этот завод, кажется, это мясорубка, ничего подобного. Здесь очень все легко, все расскажут, все покажут. Тут любой подход, даже если вы не знаете язык и не собираетесь его учить, здесь и даже Чех нам на английском, на русском, на угломанном украинском расскажет вам, покажет там руками, жестами, все вам информацию досконально преподнесут. Поэтому работа легкая, оно имеется в виду в плане объяснения. А сама физически, да, устают руки очень сильно, потому что работа очень связана с руками. Поэтому физически нужно быть подготовленным, нужно брать с собой витамины, мази и тому подобное. Хотя есть, кстати, на заводе медик, который ходит по трем дням, по недельным средо-пятницам, смотрит состояние, мере давления. Если у тебя какие-то проблемы, можешь ему рассказать, он тебе может даже сделать массаж, вызвать к себе, делает массаж, процедуру, клеит специальные еще там стягивающие ленты, ты должен не ходить там сутки-двое, если у тебя какие-то растяжения, там и что-то подобное, болят мышцы. Ну, главное не молчать, не накапливать обиды, если какие-то у вас выходят... В частности вопросов их надо решать сразу. Хоть вы и здесь чужестранец, как бы, ну, приемно, но в любом случае вы имеете свое как бы право, да, вы приехали на заработки, вы сотрудник, вы ничем не отличаетесь от сотрудника, который чех, работая там уже там пять лет и тому подобное, он же зарабатывает столько же, сколько и вы, поэтому у вас такое же право на все, на еду, на спрос в каких-то вопросах, вам должны так же самое иметь подход супервайзеры, начальство, во всем помогать, во всем рассказать. Поэтому приезжайте, пробуйте себя, это очень здорово, смотреть страну, проявить эти мозги. Окей, Серый, тебе спасибо большое за твое интервью, так сказать, за твой отзыв, опыт твоей работы, я бы пожелаю удачи, реализовать свои амбиции, цели поставленные. Какие вообще планы на будущее планируешь? Я бы вернулся, практически, процентов на сто, уверен, что вернусь еще, не обязательно на этот завод, но буду попробовать хочу для мониторинга, попробовать другой. В любом случае, мне Чехия понравилась в принципе всем. Ну, это как бы первая страна, да, в любом случае, там уже какие страны будут в будущем, в Пельске, может быть, расширишься на географии. В любом случае, у меня планы есть, другие страны, а в Чехии, для первого опыта, даже как бы превысило мои ожидания. я ехал в принципе не то, что там каким-то за большим заработком, я как-то по твоему совету рассчитывал на самый-самый минимум, потому что нельзя рассчитывать там что-то, вот я буду ходить на 5 часы, и зарабатывать там 250-300 часов в месяц, это все полная ахинея, потому что бывают свои нюансы, у тебя может и здоровье подвести, может там и работы не оказаться, это факторов масса, поэтому всегда, если едете, рассчитывайте на самый минимум по условиям, вот, потом может осмотритесь, найдете там другой завод, здесь их очень много, даже на территории Билзня, где находится Фауретция, находится завод Logic Tech, это логистика склады, это завод Sony, там вообще, мы мониторили, спрашивали, там завод работа для ленивых, там диски перекладывать, сканировать по накладным, отгружать, зарплата, да, там маленькая, ну как маленькая, там 85-90 крон, но есть возможность 3 часов брать, там смена 12 часов, грубо говоря, можно посчитать то же самое, что на Фауретции, поэтому можно и найти агентуру на Sony, я же говорю, масса, поэтому изначально не рассчитывайте на большие заработки, приезжайте, осмотритесь, потом поймете, где вы всегда дальше будете пробовать. Окей, тебе еще раз спасибо, ребята, вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрим дальше, всем пока, пока.